МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сторон Арктики, естественно, у нас все наши, скажем так, постоянные классические вопросы. Это навигация по всем пути, исследование мерзлоты, международное сотрудничество в Арктике. Безусловно, наш такой флагманский арктический проект для достойки самодвижущейся платформы нужно обсудить, куда мы движемся, как мы движемся. Завтра, кстати, в Мурманске встречаем ребят, они приходят. Так что тут все у нас взаимосвязано. И эта площадка просто необходима, чтобы в комфортных таких, дружеских условиях, в дружеской атмосфере все коллеги могли поговорить, пообщаться и подумать, в какую сторону нам двигаться дальше. Действительно, поработали с коллегами из Китая, поработали с коллегами из Индии, но я бы не сказал, что все будет сконцентрировано на этих двух странах, более того, что все будет сконцентрировано на азиатском регионе. Мы абсолютно открыты для всех наших друзей, коллег, даже которые сотрудничают сейчас на паузе, в первую очередь европейские страны и институты, с которыми мы не одно десятилетие работали. Мы открыты для этого сотрудничества. Вот предстоит экспедиция вокруг Антарктиды, это вторая циркумополярная экспедиция, она будет российско-бразильская, но смотрим шире. Это будет экспедиция стран-участников БРИКС. 80 ученых из 8 стран будут работать по единой программе исследований на борту судна Академик-Трешников. Важный такой вопрос, назревший, это мониторинг экологической обстановки на трассе Уморпути, потому что активное развитие и судоходства, и хозяйственных всех проектов у нас планы обширные, за 10 лет до 250 миллионов тонн мы должны по оборотам уйти. Но экологическую составляющую никто не отменял, это тоже нужно внимательно посмотреть. Я думаю, этим тоже будем заниматься. Ну и, конечно, более оперативное прогнозирование, работа такая уже на потребителя в хорошем смысле 24 на 7, поддержка всех судов. Здесь мы, конечно, с нашими друзьями из Росатома, из Атомфлота очень активно взаимодействуем. У нас есть совместная научно-оперативная группа, которая, в общем-то, 24 на 7 мы друг другу помогаем, поддерживаем. Минимум мы наблюдали в 2007-2012-19 годах по льду. Последние два года ситуация поменялась, она немножко стабилизировалась и даже усложнилась. То есть зимой уже наблюдали многолетний лед. Тяжелые условия ледовые были в Восточно-Сибирске, в Лаптевых морях. Навигация готовится, еще не началась полноценная. Все-таки вторая половина лета, сентябрь, октябрь основное. Но я думаю, что принципиальных, каких-то тяжелых условий для летней навигации не будет. Тем более, что ледоколы хорошо бегают, да, и они, конечно, там основополагающие будут роль играть. Такой вызов, в хорошем смысле, это, конечно, обеспечение круглогодичной навигации, навигации восточного управления. Для нас, как научная организация, это большой вызов. Потому что таких работ раньше не делать, даже в советское время. Нам нужно уточнить модели, уточнить свои системы прогностические. Сейчас вот идет программа модернизации прогностической нашей системы Север. Тут такая активная работа идет, которую, может быть, пока что не видно. Проект ведется. В прошлом году мы открыли 20 станций, как и планировалось. В этом году должны открыть 58 станций, в следующем году и 62 станции. Всего 140 пунктов наблюдения должно быть. Разработано и разрабатывается, там дорабатывается система информационный сбор, распределения, хранения информации по мерзлоте. Активно работаем с регионами, с компаниями, с Норникелем и, например, с Ямалом. Активно обмениваемся опытом, данными о том, как лучше бурить, как эти системы наблюдения организовывать. Они, данные, с одной стороны, достаточно простые, с другой стороны, все-таки, организационно это, может быть, не всегда легко сделать. Порядка 20, ну, там, 15-20 станций уже пробурены и бурятся в настоящий момент. Так что мы к концу года 58 станций совершенно точно реализуем, в том числе в труднодоступных регионах, на трассе в Мурпути. Но мы смотрим шире. У нас не только арктические станции должны быть установлены, но также на всей территории распространения многолетних мерзлотых поворотов. Это юг Красноярского края, Якутии. В прошлом году открыли станцию на Алтае. В общем, должны всю страну покрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова